Продолжение следует... Сегодня я буду говорить о новых перспективах и горизонтах в производстве безэкипажных судов, и также я буду говорить о возможных проблемах в развитии технологий БНС. Прежде всего мне хотелось бы рассказать несколько слов о нашей компании, это компания Ocean Alpha, и далее я хотел бы представить некоторые наши последние разработки и сферы применения этих разработок. Также я поделюсь о том, как мы применяем эти разработки. Итак, мы основаны в 2010 году. В нашем штате 626 сотрудников, из них 30% это штат инженеров, специалистов. Нами освоено 409 патентов. Мы производим безэкипажные суда и беспилотные надводные суда. Здесь представлен комплекс наших моделей по годам. Вот такова, собственно, структура нашей продукции. Используются различные технологии. Это и буксировочные беспилотные суда, и патрульные беспилотные суда. Мы используем также безэкипажные суда в морской геологоразведке. Число применений наших судов достаточно широко. Есть также и спасательные суда. Здесь вы можете увидеть несколько сфер применения БНС. Эти суда применяются во внутренних водах. Они осуществляют мониторинг качества воды, отбирают пробы. Иногда на борту этих судов может находиться и лаборатория. И она в реальном времени фактически способна предоставлять данные. Есть беспилотные траловые суда. Есть суда для простого мониторинга. Какие еще возможны области применения? Каковы будущие перспективы нашей технологии? Это кортирование морского дна. Это использование беспилотных надводных судов в океанографических исследованиях, геофизические исследования. Это мониторинг состояния ветряных мельниц и мониторинг их работы, осуществление сервисного обслуживания. Также в будущем мы планируем производить полярные БНС для арктических исследований. Мы производим БНС как под госзаказ, так и по заказу научных учреждений, по индивидуальному дизайну, равно как и коммерческого назначения. Самое главное – это, конечно же, общественная безопасность и спасательные работы. Здорово, что мы можем использовать автономные беспилотные технологии для того, чтобы осуществлять спасательные операции в водных пространствах, и при этом мы не подвергаем опасности жизни спасателей. Такие суда могут использоваться, например, при пожаротушении на судах. Они могут использоваться для спасения утопающих в случае кораблекрушений. Данные суда оборудованы специальной интеллектуальной системой, термодатчиками, которые позволяют обнаруживать людей в водном пространстве. Кроме того, еще одно потенциальное перспективное назначение этих судов – это предотвращение нелегальной иммиграции и пересечения границ. Так что вы видите, что эти суда обеспечивают безопасность и суверенитет государства в прибрежных водах. Вот таковы перспективы. Мы надеемся на дальнейшее активное развитие. Мы очень активно развиваемся. Вы видите, что у нас в линейке нашей продукции имеется большое количество судов различных назначений. Каковы дальнейшие перспективы, дальнейшие возможности в нашей индустрии? На сегодняшний день активно развиваются технологии автономного управления и распознавания объектов. Большими перспективами обладает производство безэкипажных судов гражданского назначения. Активно адаптируются инновационные технологии для использования на борту безэкипажных судов в целях коммерческих исследований, коммерческой разведки. Это в частности геологоразведка. Это трассирование кабелей и трубопроводов, залегающих в подводных участках. Также это осуществление сервисного обслуживания и ремонтных работ плавучих добычных платформ. Причем перспективы применения этих беспилотных технологий допускают не только ремонтные работы, но также и производство. Картирование, осуществление ботиметрических исследований, картирование морского дна, научные исследования, геопространственные исследования, сбор геопространственных данных. Одно из потенциальных перспектив является накопление Big Data для коммутации нескольких безэкипажных надводных судов и получение более комплексных данных в реальном времени. Здесь, например, на фотографиях вы видите, как в антарктических водах осуществляется научное исследование беспилотным надводным судном. И таким образом у нас есть возможность получать комплексные данные. Мы сейчас реализуем проект «Морское дно 2030» и другой проект под эгидой ООН «Десятилетие океанографических исследований на службе устойчивого развития». Мы убеждены, что эти проекты позволят нам получить очень важные данные, которые ускорят сбор информации по картированию морского дна в глобальных масштабах. При этом безэкипажные надводные суда позволяют выполнять эти исследования с гораздо меньшими затратами, не подвергая риску жизни водолазов и других специалистов. Вот я хочу на фотографиях, как я уже сказал, привести некоторые примеры того, как работают БНС на службе у науки. БНС в антарктических водах и внизу вы видите научную работу целого флота, целой группы БНС в прибрежных водах залива. Еще одна перспектива дальнейшего развития БНС – это их использование для обслуживания и обеспечения безопасности плавучих добычных платформ. Во-первых, это инспекционные работы и осмотр состояния надводной и подводной части плавучей платформы. Это обеспечение безопасности. Далее – это экстренное реагирование в случае разливов нефти и операции по сбору нефти и операции по транспортировке каких-то грузов с береговой станции на плавучую платформу и в обратном направлении. Обеспечение морской безопасности и проведение спасательных работ. В частности, особенно важным применением БНС является их участие в операциях по пожаротушению судов. БНС оборудовано специальными термодатчиками, которые позволяют быстро распознать очаг возгорания и оперативно его ликвидировать. Это совершенно инновационная технология, совершенно новые методы пожаротушения. И надо сказать, что они крайне востребованы на сегодняшний день и представляют собой крайне важную технологию, поскольку она направлена на спасение человеческих жизней. Ну и, наконец, завершая свою презентацию, я хотел бы упомянуть о некоторых проблемах. Кое-каких проблемах уже предыдущий оратор говорил. И, во-первых, на сегодняшний день одной из проблем является отсутствие международного регулирования в отношении БНС. И поэтому все зависит от конкретной страны, от конкретного национального законодательства. Во многом отсутствие такого международного регулирования связано с соображениями безопасности. Мы сотрудничаем активно с надзорными и законодательными органами для того, чтобы в конечном итоге способствовать разработке такого рода законодательства. Мы предоставляем консультационные услуги, участвуем в заседании рабочих группах. Мы также хотели бы сделать так, чтобы эти инновационные технологии были абсолютно безопасными для человека, потому что мы понимаем, что любые технологии, основанные на беспилотных системах, основанные на работе искусственного интеллекта, это фактически палка о двух концах. То есть наряду с преимуществами могут быть и какие-то определенные угрозы. Также крайне важно научить персонал работать с такими судами и управлять этими судами дистанционно. В особенности это касается тех специалистов, которые привыкли работать в качестве членов экипажей судов. А безэкипажные надводные суда требуют совершенно иных навыков, в связи с чем необходимо разрабатывать курсы по непрерывному обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке для того, чтобы улучшить эту отрасль. Надежность. Необходимо также обеспечить надежность безэкипажных судов, их оперативную техническую поддержку и сервисное обслуживание, потому что если на борту такого судна произойдет поломка или сбой программного обеспечения, то это может повлечь за собой колоссальные последствия, поскольку вмешательство человека может быть несвоевременным. И в этом плане безэкипажные надводные суда в значительной мере отличаются от принципов обеспечения безопасности и надежности на борту экипажных судов. И далее, следующий момент, это возможность и способность таких судов полностью вытеснить экипажные суда. Такие суда могут использоваться при буксировке, при многих других назначениях, поскольку они обладают большей выносливостью и способны собирать данные гораздо более высокого качества, более того, это очень экономная технология, незатратная, что, конечно, подталкивает производителей на производство более мощных безэкипажных надводных судов. В какой степени они смогут вытеснить или заменить экипажные суда? На сегодняшний день этот вопрос открыт. И мы надеемся, тем не менее, что эта технология найдет свое место и выведет судоходство и судоходную отрасль на совершенно новый уровень. Вот таковы потенциальные проблемы применения этой технологии с нашей точки зрения. Но я думаю, что любая инновационная технология имеет какие-то проблемы, имеет какие-то недостатки. И в любом случае эти технологии важны, потому что они позволяют нам более эффективно осуществлять жизни спасения, они более экономны, и перед нами открываются перспективы дальнейшего улучшения наших технологий. И это действительно здорово, когда постоянно есть вызовы, которые необходимо решать. Спасибо большое за внимание. Наверное, на этом все. Я завершаю свою презентацию. Благодарю вас. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое, господин Лю, за вашу прекрасную презентацию. Да, у меня есть несколько вопросов, действительно. Эти вопросы мне пришли через чат. Первый вопрос. Ваш опыт, потому что вы, конечно, один из лидеров в плане производства безэкипажных судов. Как вы можете описать вашего типичного клиента, кто в основном использует подобные решения по вашему опыту? Понял вопрос. Со стороны компании я могу ответить, что все зависит от продукции. У нас большой портфель. И есть те, которые используются на внутренних водных путях. И тогда наши основные компании – это компании, которые проводят какую-то разведку, геологоразведку, картографирование. И второе – это университеты, потому что все больше и больше университетов закупают новые решения на основании новых технологий для того, чтобы их изучать и обучать. А на третьем месте – это госорганы. Например, агентства по охране природы, например, портовые власти и так далее. А если мы говорим об океанских безэкипажных судах, основной клиент – это коммерческие компании, которые занимаются геологоразведкой, которые получают большие подряды от нефтегазовых компаний, от энергетических компаний. И они занимаются обследованием акваторий, геологоразведкой, и однозначно для них беспилотные надводные суда помогают сэкономить деньги, и это номер один среди наших клиентов. Да, спасибо. Вы упомянули, что нужна специально обученная команда, чтобы работать с такими судами. Есть ли подобные программы, учебные, тренинговые программы для операторов именно БНС? Да, недавно появилась на самом деле такая программа, и это наш тренинг, который мы предлагаем нашим покупателям, потому что покупатель может купить у нас учебный курс, и мы выпускаем сертификат. То есть, сейчас сформулируем, у нас нет отраслевого места как оператора БНС. Но учитывая, что мы получаем все больше и больше запросов от клиентов, и в какой-то момент, когда такое количество запросов достигнет какого-то критического массива, появятся просто такие операторы, компании-операторы беспилотных надводных судов, как сейчас есть, компании-операторы дронов. Коллеги, которые с нами оффлайн, в зале, есть ли вопросы к господину Лю? Если есть, поднимайте руки, дадим микрофон. Смотрю в зал. Коллеги? Нет? Да, Светлана, включите только микрофон. Джейсон, спасибо большое за такую интересную презентацию. У меня есть один маленький вопрос. Какие самые важные проблемы, с которыми сталкиваются ваши клиенты во время эксплуатации БНС? В каких аспектах нужно вам улучшиться? На что нужно обращать внимание на этапе разработки ваших судов? Спасибо за вопрос. Знаете, что я скажу? Эксплуатация судов нашими клиентами. Основная задача, которую мы обеспечиваем, это техобслуживание, конечно. Потому что большинство клиентов, им нужно какое-то время для того, чтобы набраться опыта по обслуживанию именно БНС. Причем, неважно, речь идет об эксплуатации, об использовании судов или о техобслуживании беспилотных судов. И поэтому мы очень много работаем в плане разработок для перевода наших судов на модульную систему, чтобы это был модульный дизайн. Чтобы мы могли разделить систему жизнеобеспечения судов и полезную нагрузку или оборудование, которое сам клиент нам просит поставить. Чтобы мы разделили на модули, и тот модуль, который, собственно, отвечал за самую эксплуатацию, он был легко заменяем. Таким образом, наши клиенты смогут меньше усилий затратить на техобслуживание. Кроме того, модульный дизайн дает нам гораздо больше гибкости в плане ZIP, когда мы отправляем ZIP клиентов или когда они обеспечивают техобслуживание. Вот это будет мой ответ на ваш вопрос. Спасибо за вопрос еще раз. Коллеги, еще вопросы Джейсону? Мне еще тут в чат один сбросили. Господин Лио, какие вызовы вы видите в плане расширения эксплуатации океанских беспилотных надводных судов? И вот коллега, который задает вопрос, говорит о том, что автономность является сейчас серьезным вызовом. То есть, насколько далеко может ходить БНС между зарядками, учитывая, что большие океанские суда гораздо крупнее, чем автономные надводные суда. Как вот будем решать этот вопрос с дальностью хода и с автономностью хода между двумя зарядками, прежде всего, или двумя заправками? Именно в контексте океанских и морских БНС. В плане автономности, действительно, здесь все зависит от сценария использования. Если БНС используется в прибрежных водах, у нас есть аккумуляторы, суда, которые ходят только на аккумуляторах, и суда, которые являются гибридами. То есть, на борту также стоит дизель-генератор, и он генерирует энергию для движителя. Такое гибридное решение дает автономность 2-3 дня в прибрежных водах. Если нужно дальность хода увеличить, придется пока строить большие по размерениям БНС, чтобы поставить туда больше аккумуляторов. Это пока единственный выход. То есть, два выхода – большее размерение и гибридная движительная установка. Пока эти два направления являются основными для того, чтобы повысить автономность, в частности, дальность хода для БНС. Но если действительно нужно совершить переход в течение нескольких месяцев через океан, то надо смотреть на зеленые источники энергии, например, энергия волн или энергия ветра. В нашей линейке такой продукции нет. Но если надо ходить далеко, однозначно какое-то решение будет в области ВИА. Спасибо большое, господин Лиу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok